Блажен народ Блажен народ, у которого Господь есть Бог Мы тот народ Мы тот народ, у которого Господь есть Бог Мы тот народ, у которого Господь есть Бог Мы тот народ, у которого Господь есть Бог Восстань, Господь, и рассеются враги Твои Все ложные боги исчезнут с лица земли Восстань, Господь, и рассеются враги Твои Все ложные боги исчезнут с лица земли Твое царство, Твоя сила, Твоя слава вовеки веков. 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 Твое царство, Твоя слава вовеки веков. Господу Богу Твоему поклоняйся. 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 И ему слушай. Господу Богу Твоему поклоняйся. Господу Богу Твоему поклоняйся. Господу Богу Твоему поклоняйся. И ему слушай. Господу Богу Твоему поклоняйся. Господу Богу Твоему поклоняйся. Господу Богу Твоему поклоняйся. И ему слушай. Господу Богу Твоему поклоняйся. Господу Богу Твоему поклоняйся. И ему слушай. Господу Богу Твоему поклоняйся. Господу Богу Твоему поклоняйся. Господу Богу моему поклоняюсь, Господу Богу моему поклоняюсь, и ему служу Твоё царство. Твоё царство, Твоя сила, Твоя слава во веки веков. Твоё царство, Твоя сила, Твоя слава во веки веков. Твоя слава, Господь, Твоя слава во веки веков. Твоя слава, Твоя слава во веки веков. Святый Бог наш, уже Твое царство, Твоя слава во веки веков. Ты изливаешь потоки живой воды, Господь, на эту землю, на каждого из нас. Боже, и мы, как жаждущая земля, нуждаемся в Тебе для того, чтобы жить, для того, чтобы, Боже, расцвести, как сад Божий, для того, чтобы Тебе служить, Тебе поклоняться, следовать за Тобой. Как земля сухая, жаждет дождя, так жаждет Тебя, душа моя. Как земля сухая, жаждет дождя, так жаждет Тебя, душа моя. Как лань стремится к потокам воды, я стремлюсь к Тебе, не нужен ты. Как земля сухая, жаждет дождя, так жаждет Тебя, душа моя. Как лань стремится к потокам воды, я стремлюсь к Тебе, не нужен ты. Я не могу без Твоих слов на каждый день, я не могу, я не могу без Твоей милости и благодати. Я не могу без Твоих слов на каждый день, я не могу, я не могу без Твоей любви и благодати. О-о-о-о, я не могу без Тебя, Тебе, О-о-о-о, я не могу без тебя, Теп, о-о-о... Я не могу без тебя тянуть Как земля сухая жаждет дождя Как жаждет тебя, душа моя Как лань стремится к потокам воды Я стремлюсь к тебе, нужен ты Я не могу без твоих слов на каждый день Я не могу без твоей милости и благодати Я не могу без твоих слов на каждый день Я не могу без твоей любви и благодати Я не могу без тебя тянуть 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 Как земля сухая жаждет дождя Так жаждет тебя, душа моя Как лань стремится к потокам воды Я стремлюсь к тебе, мне нужен ты Боже, ты нужен нам Боже, ты нужен нам Больше жизни нашей Потому что это тебя, Господь Боже, ты искупил нас своей драгоценной кровью, Боже Ты уплатил за нас цену, Господи Которую уплатить не может никто Мы твои, Господь Я молю тебя, Боже Чтобы все наше понимание Сознание наше, Господь Было обращено к тебе В надежде, в уповании На тебя, великий Царь Тебя, великий Бог Благослови нас, Отче Благослови нас, Боже Боже, в этом дне Во всей жизни нашей нуждаемся в тебе, Господь Боже, пусть Слово Твое Оно освобождает нас, Господь Пусть истина Твоя ведет нас Будь прославлен, будь возвеличен Мы Тебе поклонялись Единый наш Бог и Царь Отец, Сын и Дух Святой Аминь Давайте поприветствуем Брата пастыря Артема Церковского спасения Пусть Бог Тебя Благословит Аминь Для этого я хотел бы вместе с вами Совершить молитву И попросить, чтобы Еще в очередной раз Мы уже много молились сегодня Я думаю и верю, что Вы молились так же сегодня О том, чтобы Бог что-то делал в вашей жизни Через эту конференцию Я не верю, что вы просто так ехали сюда Не ожидая ничего От этого времени Я не верю, что вы просто как рабы сюда приехали Лишь бы здесь побыть и уехать И может быть вы сидите и думаете Когда уже это закончится Это время, мне быстрее уже надо идти куда-то Или ехать и у меня есть свои дела И я для этого хочу вместе с вами Помолиться, чтобы Дух Божий сегодня Здесь, на этом месте Он совершал свою работу и служил нам Дух Святой, мы так сильно в этом нуждаемся Дух Святой, мы уповаем на Тебя Мы нуждаемся, Боже Чтобы Ты сегодня Отверзал, Боже, наш разум Чтобы влаживать, Господь То Слово, которое у Тебя есть для нас Мы молимся, чтобы Ты Просвещал очи нашего сердца Мы молимся, Господь И нуждаемся, Дух Святой Чтобы Ты служил сегодня здесь Каждому тем, чем В чем он нуждается Ведь мы каждый сегодня пришли На это место со своей нуждой Со своими вопросами Со своими проблемами Со своими претензиями, Господь Поэтому мы просим Тебя, Дух Святой Служи нам здесь, на этом месте И мы уповаем и уповаем И уповаем на Тебя, Бог живой Мы благословляем Твое Святое Имя И мы молимся, Боже Чтобы Ты животворил сегодня На этом месте Чтобы все, Боже Последующие события Это Слово Все, что сегодня Дальше будет происходить Оно происходило по воле Твоей, Господь И, может быть Нарушая какие-то наши границы Наши правила Наши установления, Господь Во имя Иисуса Христа Твоя воля Да совершится Здесь, сегодня На этом месте Во имя Твое Святое Мы молились Аминь Аминь Церковь Божья Вы можете присаживаться Наслаждаясь В Божьем присутствии Сегодня Я так же здесь Сегодня Наслаждаясь Божьим присутствием Так же мне Бог Сегодня здесь служит И я этому очень рад И прежде всего Хочется передать Привет От церкви Скала Спасения Город Киев От старшего пастыря Каждому из вас Я вот буквально Только что с ним общался И он просил Передать привет От нашей церкви Поэтому Хочется сказать Что Действительно Вот как сегодня говорил Брат Андрей Мы ценим эту дружбу Мы ценим Эти отношения Мы ценим То что Мы можем вместе Что-то делать Для Бога Для народа Божьего Для созидания церкви Лично для меня Сегодня Так же Не просто знаете Какие-то шаблонные фразы Вот там Для меня честь Знаете Ну бывает так Люди Вот просто шаблонно Выражаются Потому что Ну надо же что-то сказать Я действительно Для себя сегодня Имею честь от Бога Потому что я верю То что здесь происходит Это все Совершает Господь Это его план Это его воля Это он что-то доверил нам Сегодня делать Это для нас Привилегия Это он признал меня И тебя верными Для того чтобы мы Сегодня были в служении Для того чтобы мы Что-то делали Апостол Павел Именно так и говорит Я благодарю Господа моего Иисуса Христа Который признал Меня верным И определил на служение Я вижу такой Трепет в его сердце Я вижу такой Дух трепета В его сердце Когда он говорит об этом Он дальше продолжает Я был вообще Как бы ну Нехорошим человеком Своими словами Скажу Я церковь гнал Я был настолько ревностным Против церкви Но сегодня Ты Иисус Признал меня верным И определил меня на служение И сегодня Бог признал тебя верным Где бы ты ни находился В твоей церкви В центре реабилитации Может быть Ты несешь сегодня Какую-то ответственность Какую-то функцию Пусть она малая Но это Бог тебя Определил на это служение Это Бог признал тебя верным Это Бог увидел тебя Это Он заметил Это Он доверил тебя Поэтому так важно сегодня Мне и тебе Ценить то что мы имеем Ценить то что мы имеем Чтобы наше сердце Оно сегодня трепетало перед Ним Чтобы оно Благоговело перед Ним Чтобы оно Уповало на Него Сегодня в том Что мы сегодня делаем Я начать хочу сегодня с того Что самоуверенность наша Это зло Сегодня Брат Андрей говорил Многие классные Глубокие вещи Для меня Сегодня много Вызовов было Как он сегодня говорил Что Ну Мы каждый Наверное в каком-то процессе Мы каждый на каком-то этапе Мы каждый на какой-то степени Своей веры Своего упования И сегодня Лично через его уста Через его сердце Для меня были Хорошие определенные вызовы Чему я благодарен Я благодарен Богу Благодарен людям Так же в равной степени Как опять же говорил Брат Андрей Что Сегодня они Посвятили себя Это чего-то стоит Друзья Это чего-то стоило Ему уделить время Уделить Чем-то пожертвовать Где-то Уделить внимание Этому всему И так далее Это занимает Не пять минут Подготовить проповедь Это занимает Не пять минут Подготовить Прославление Которое сегодня Вы слышали И служили люди нам Служили Богу Понятно И служили так же нам Сегодня Такое прекрасное Божье присутствие Здесь на этом месте Я просто так же Наслаждался Я не хотел Чтобы это прекращалось И мы молимся о том Чтобы Бог совершал здесь То, что Он хочет совершать И я увидел Что братья Отключили гитары И мне кажется Вы поспешили Потому что Бог сегодня Может сказать Давайте будем еще петь Ему Мы ведь уповаем на Него В этом всем процессе Мы иногда уповаем на Него Но дальше совершаем Свои какие-то рамки Ограничения То, что мы запланировали По регламенту сделать здесь И не нарушая его Но Бог говорит Тебе надо другое сейчас Что-то сделать И иногда так бывает Вот я сам служу в прославлении Ну, там как бы так Есть такая нужда сейчас И мы также молимся о том Чтобы Бог совершал служение Иногда мы поем те песни В процессе прославления Которые мы вообще не репетировали И не знали даже до этого Просто Бог начинает нас вести в этом Потому что мы стараемся Позволить Ему Чтобы Он совершал Мы на Него уповаем И знаете, во что мы верим? В то, что Когда на самом деле Мы будем проведены им Тогда будет настоящий плод Тогда будет результат хороший Тогда будет Благодать Божья Проявляться в нашей жизни И вот я хочу Наверное, сегодня Начать с того Чтобы обратить внимание На сердце человеческое Которое бывает порой Самоуверенным Самоуверенным Надменным Которое числавится Я хочу прочитать текст Наверное, вы уже поняли Какой это текст Книга Иакова 4 глава 13-16 стих И там так написано Теперь послушайте вы Некоторые комментаторы говорят Что там говорится Теперь послушайте вы сюда Знаете, как у нас бывает Да Что То есть Знаете, что я вижу Иаков Он Он ревновал о том Чтобы эти люди Уповали на Бога И Его это уже Просто Вызывало в нем Такое Ну, хорошее такое Дерзновение Через которое Он хотел к ним обратиться И он говорит такие слова Теперь послушайте вы Говорящие Сегодня Или завтра Отправимся В такой Как город И проживем там Один год И будем торговать И получать прибыль Вы, которые Не знаете, что Случится завтра Ибо что Такое жизнь ваша Пар, являющийся На малое время А потом исчезающий Вместо того, чтобы Вам говорить Если угодно Будет Господу И живы будем То сделаем то Или другое Вы по своей Надменности Чеславитесь Всякое такое Чеславие Есть Зло И поэтому Я говорю сегодня Что самоуверенность Наша Это Есть Зло И прежде всего Чем Мы Начнем Размышлять Как сегодня сказал брат Андрей Над этим текстом Я хочу сказать Что Этот текст не осуждает Перемещение в другой город Там об этом говорится Вы скажете Что вы поедете туда Будете там То есть этот текст Не осуждает Перемещение в другой город Этот текст Не осуждает Планирование Нам надо планировать Мы планировали Эту конференцию Но при этом Был трепет Лично в моем сердце Что если Бог Ты позволишь Этому быть И поэтому Этот текст Не призывает К непланированию Жизни Или событий И так Он Не осуждает Торговлю И прибыль Там Мы видим Они поехали Они там Сказали Что Будут они торговать И даже И получим Прибыль Там написано Такие слова Сейчас я найду Торговать И получать Прибыль Представьте Какая Самоуверенность Была Вот это те люди Которые говорят Да Ну и там написано По надменности Вашей Вы чеславитесь И вот этот текст Осуждает Уверенность В себе Этот текст Осуждает Надменность И чеславие Там написано По надменности Вот когда наше сердце Надменное Когда мы Смотрим бывает На других вещей На других людей С высока Знаете Когда мы Говорим Да Что ты там Как бы Служишь Вот я служу Посмотри на меня Вот я сегодня Выйду Проповедую здесь Вы все Просто Ахните Вот я Поеду туда И сделаю То-то то-то И у меня будут Такие результаты Вы увидите Это надменное Сердце Это сердце Которое Самоуверенно Это то что Иаков называет Злом Вместо того чтобы Когда мы уповаем На Бога Мы как сегодня Пели Мы говорим Я не могу Ничего без тебя Я говорю Я не могу Ничего Я сегодня утром сидел И молился Просто Господи Говорю Я уповаю на тебя Сегодня в этой конференции Я вроде бы готовился Надо готовиться Надо готовиться Надо читать Библию Надо читать Надо молиться Надо Но я ему в этой молитве Говорю Господи Я не могу без тебя Я понимаю Что есть какая-то информация Но вы знаете, что Бог может закрыть уста? Как бы ты ни приготовился, Бог может закрыть уста. И поэтому мое сердце, оно трепещет. И оно благоговеет перед Богом. И оно говорит о том, что я уповаю на тебя в этой проповеди. Я приготовлю какую-то информацию, но ты веди меня, Господь. Ты помоги мне, ты используй меня. Как сегодня брат Андрей говорил, мы сосуды. Мы сосуды всего лишь Божьи. И служение это то, когда Бог через нас здесь что-то делает. Не я сам, но Бог через меня здесь что-то делает. И я уповаю на Него в этом. И я уповаю на Него в этом. И, например, вот Павел говорит, богатых и настоящих в веки увещеваю. Тимофея он пишет. Второе. Тимофея, 6 глава, 17 стих. Чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога Живого, дающего нам все обильно для наслаждения. И вот есть люди, которые уповают на деньги свои. И то, что говорил Андрей, брат Андрей, моя проповедь будет переплетаться очень сильно с тем, что говорил Андрей. Потому что я верю, что эта тема очень связана между собой. И многие вещи, которые я сегодня буду говорить, они очень тесно связаны в этой теме. И вот есть люди, которые уповают на людей, да? Меня особенно, я когда смотрю в Фейсбуке, например, знаете, ну есть нужда. Есть нужда, и люди вылаживают пост о том, что они собирают финансы для какой-то операции, для чего-то там. И, знаете, там написано, что там нужны столько-то, столько-то денег, там вот номер карты. И в конце, так знаете, там может даже мелким шлифтом. И если у вас нет денег, то помолитесь хотя бы. Знаете, что я вижу в этом? Бога или обращение к Богу ставят на последнее место. Вместо того, чтобы прежде всего просить о том, что молитесь, потому что Бог высвобождает источник, Он является источником всякого ресурса, всяких финансов и так далее. Прежде всего, я молю, молитесь. Я прошу, молитесь. Но люди ставят прежде всего упование на финансы, на людей, которые помогут им. И это действительно так. Ну как важно, чтобы в приоритете Бог был. Когда у нас какие-то возникают проблемы, мы вместо того, чтобы к Богу прибежать прежде всего, и я покажу это сегодня в Писании. Мы бежим самостоятельно, пытаясь раздобыть какие-то ресурсы, какие-то финансы, каких-то людей ищем, которые там влиятельны, которые занимают какие-то позиции, которые имеют какие-то ресурсы, у которых есть какие-то связи. И это все неплохо. Этим можно пользоваться сегодня? Это же, ну как бы, хорошо. Я верю, что Бог нам может это все давать. Но прежде всего, куда мы бежим? Иногда мы забываем Бога, понимаете? И начинаем полагаться на какие-то вещи. Поэтому Павел говорит, 2 Тимофея 6 глава 17 сетей. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дуящее нам все для наслаждения. И, наверное, хочу сегодня поделиться, на мой взгляд, то, что, опять же, верю, Бог положил в мое сердце тремя такими основополагательными принципами, которые помогают нам уповать на Бога, которые помогают нам оставаться твердыми в своем веровании, в своем доверии Ему, в своей надежде, которую мы сегодня имеем. Здесь все имеют надежду. Все мы живем в надежде. Об этом Писание говорит. Мы живем в надежде. Да, мы имеем начаток Духа, написано, римлянам в 8 главе, но мы сегодня, как и вся остальная тварь, мы тоже иногда стянаем, ожидая усыновления и искупления. Там написано так. Мы также сегодня стянаем и живем в надежде. Поэтому я хочу поделиться с вами тремя такими основными принципами, на мой взгляд. Да, вы можете увидеть больше их, вы можете читать Библию, исследовать, находить их больше. Но это то, чем я с вами хочу поделиться, это то, что есть в моем сердце. Потому что по причине того, что люди не знают Бога, им приходится уповать на себя. И поэтому первый принцип – это познание Бога. Первый принцип – это познание Бога. Псалом 9, 10, 11 стихи. «И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби, и будут уповать на тебя знающее имя твое, потому что ты не оставляешь ищущих тебя, Господи. И будут уповать на тебя знающее имя твое». Послушайте, мы не можем уповать на тех или на то, что мы не знаем. Мы не можем доверять тем, ну, по крайней мере, это сложно, кого мы не знаем. И знаете, знать о Боге и знать Бога лично, или познавать, ну, я понимаю, что это процесс. Мы все сегодня, наверное, в какой-то степени познали его, да, и этот процесс, он никогда не закончится. Сколько мы будем жить на этой земле? Ну, разум его не следим. Он необъятный. Он кладезь премудрости. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому мы сегодня находимся в этом процессе, и Писание нас призывает во всех путях, чтобы мы познавали его. Но сегодня каждый из нас, мы в какой-то степени знаем Бога. И знаете, есть разница в том, знать о Боге или знать лично Бога. Вот есть известные люди, о которых мы слышали, мы знаем, мы видели, как они проповедуют, например, или мы видим, как они классно поют. Мы, может быть, знаем о них какую-то информацию хорошую. Но знаете, в чем вопрос? Мы не знаем их лично, как личность, о чем говорил сегодня брат Андрей. Мы не знаем их характер. Мы не знаем черты их характера. Мы не знаем, как они будут реагировать, когда мы поступим так или иначе. Мы не знаем их реакцию. Также можно и знать о Боге. Сегодня многие люди верующие и знают, ну, как бы они так себя называют. Как бы выйди на улицу, сейчас спроси, наверное, в нашей стране, по крайней мере, процентов, наверное, ну, на мой взгляд, может, 80 людей, которые считают себя верующими. Там есть какой-то процент, мы атеисты, мы вообще как бы не принимаем Бога. Но большой процент людей, которые считают себя верующими. Но знаете, в чем вопрос? Они лишь знают о Боге. Они лишь знают о том, что Иисус умер и воскрес. Что Он это сделал, чтобы искупить от греха, чтобы оправдать, и что было такое событие, и так далее. Они веруют, ну, вернее, знают о Нем, но не знают Его лично, потому что живут своими принципами. Живут своими принципами. И они при этом думают, что они верующие. По-настоящему. Поэтому я нас призываю, себя призываю сейчас принять решение познавать своего Бога как Личность. С чего это начинается? Конечно же, с моей молитвенной жизни. Конечно же, с тайной комнатой, куда я буду приходить, где я буду открывать Божье Слово. Где я буду узнавать, ну, Его характеристики, какой Он. Где я буду не просто приходить и о чем-то просить Его постоянно. Знаете, вот так и бывает. Это подобно, что-то как языческая молитва. Дай, 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 дай. И они повторяют, язычники, это заклинание. Много раз для того, чтобы получить от своего Божества то, что им нужно. Знаете, что, когда Иисус говорит, в многословии вы не будете услышаны, как язычники там написаны. И сегодня, ну, люди есть, которые толкуют это местописание, так как бы долго не надо молиться, брат, хватит. Или там, пять минут в день достаточно, Иисус сказал. Или там, один брат приехал в одну церковь, и там он был какое-то время у них и говорит, давайте ночную и проведем. Они говорят, не в многословии мы будем услышаны, Бог сказал. Подождите, так в другом месте Писания Павел сказал, сколько молиться надо? Непрестанно. Так подождите, а кому надо верить тогда здесь? Павлу или Христу? А может, надо разобраться, о чем говорит Христос? А он говорит, как язычники. А знаете, как язычники молились? Это те люди, которые определенные заклинания повторяют много раз или может определенное количество, которое им сказали или у них там есть в их принципах. И вот в этом Иисус их обличает. К сожалению, что мы сегодня можем увидеть в православии, там, кстати, тоже есть, к сожалению, есть определенные вещи, которые пошли из язычества, но прикрашенные сегодня христианством. Такие вещи, как там прочитать молитву с этими четками, я даже не знаю, как оно правильно называться. Четки, знаете, есть. И там ты перещелкнул, молитву прочитал, перещелкнул, и одну и ту же. Ты считаешь много раз. И как бы они верят, что если ты там по кругу просчитаешь, все, значит, или там, ну, как эти называются, лбом они бьются там определенное количество раз. Ну, это язычество. Поэтому я говорю о том, что мы приходим в тайную комнату, и максимально мы стараемся проводить с ним там времени, ну, вот просто сколько у нас, ну, мы можем просто позволить себе по-настоящему. И не просто, знаете, там на ходу, Господи, благослови меня там, это тоже классно и нужно. Не просто там на центре, если ты там или там в церковной есть общие молитвы, и ты там молишься. Это нужно? Тоже нужно, это классно. Но есть личные отношения твои с Богом. Есть твое личное познание Бога. Когда ты каждый день выделяешь это время для него, чтобы там поразмышлять, чтобы там признаться ему в чем-то, как сегодня говорил брат Андрей. Что у меня есть неверие, Господи. Когда ты искренний с ним, настоящий. Когда ты можешь вылить ему что-то. Когда ты можешь и попросить тоже. Когда ты можешь попросить о том, чтобы он говорил к тебе там, а он говорит. Особенно, если ты открываешь Писание, это основной источник, через который говорит тебе Бог. И таким образом происходит процесс познания Бога. Начинается он здесь. Начинается он здесь. Когда ты преображаешься обновлением своего ума, кстати, вот там говорится об этом. ты познаешь Бога, его принципы и какой он вообще лично. Для того, чтобы мне знать Максима, мне нужно проводить с ним время. Чтобы знать его характер, чтобы знать, насколько он милостив, к примеру, насколько он добр, насколько он долготерпелив, лив ко мне. Ну, там, к примеру, да, щедр. Амен. Говорит Максим, соглашается. Да. И только тогда, когда я его буду уже знать в определенной степени, я могу ему доверять. Я могу рассчитывать на него. Я могу надеяться, что он... Понятно, что он как человек и не всемогущий. Бывают разные ситуации, которые где там, ну, просто не в его силах будут сдержать свое слово. Так тоже же бывает. Мы все люди, мы ограничены. И ситуация, обстоятельства, которые приходят в нашу жизнь. Но когда я его знаю, мне легко будет надеяться на него. Вот так сегодня нам Бога нужно познавать. Для того, чтобы мы утверждали в своем уповании или в своей надежде, нам нужно познавать его. Нам нужно уделять это время сегодня. И знаете что? Вот, к сожалению, кто не знал, что надо молиться каждый день в тайной комнате? Вот кто здесь не знал? Есть такие? Хоть один руку поднимите. Вот все знали. Знаете, в чем проблема? Мало кто это делает. Не, ну, это не вы. Мы сейчас о других церквях, о других людях. Это не вы. Не, ну, правда. Я хочу, чтобы каждый из нас мы задали себе вопрос сегодня. сколько времени каждый день я провожу в своей тайной комнате, где я могу познавать своего Бога как Отца? Где я позволю, чтобы дух обращался к моему сердцу? Так написано в Писании. Я прочитаю. Римлянам 8 глава, 16-17 стих. Когда мы получаем этот дух усыновления внутри, внутри себя, дух Божий, дух святой, Павел говорит, сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с ним страдаем, чтобы с ними прославиться. Сей дух, он хочет свидетельствовать тебе, он хочет обращаться лично к твоему сердцу, он хочет увещевать тебя, он напоминать тебе хочет какие-то вещи, говорить к тебе, обращаться, направлять, обличать может быть иногда. И вот сегодня вопрос, я хотел бы, чтобы каждый из нас себе задал, сколько времени в день я уделяю для того, чтобы молиться и проводить время с Богом. Вот не просто на ходу там, вот это не считайте, что вы с кем-то молились за какую-то нужду, когда вас брат попросил или сестра, или вы попали на служение, вы там молились, или там еще куда-то вы попали там и молились. Не считайте. Вот то время, которое ты отделил. Отделил, Иисус отделял, слышите? Иисус, будучи Богом, отделял время для того, чтобы иметь общение с Отцом. Ночами общался. Знаете для чего? Чтобы исполнить в полноте Его волю. И ничего не делал. И знаете что? Когда Он приходил куда-то, и Он приходил по воле Отца, совершались чудеса там, знамения, чудеса совершались. И все, что нужно было совершить с Богом, там совершалось. поэтому сегодня мы все в процессе познания нашего Бога. И, конечно же, мы должны отметить, что обязательно наше познание Бога, оно возрастает в процессе наших шагов в христианстве. Не просто, что мы только молимся там и так далее. когда мы идем по жизни, когда приходят ситуации, когда у нас все-таки получается довериться Ему, надеяться на Него, отдать что-то в Его руки, и Он что-то делает. И тогда апостол Павел говорит, мы хвалимся не только надеждой, но и скорбями, от которой терпение, от терпения, опытность, от опытности надежда. Ну так написано. Или вот мне нравится еще один текст. Там написано. Второе царство 22, 1-4. И воспел Давид песнь к Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов и от руки Саула, и сказал, Господь, твердыня моя и крепость моя и избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое, спаситель мой от беды избавил меня, призву Господа достопоклоняемого и от врагов моих спасусь. И вот что я вижу в этом тексте. Он говорит, и воспел Давид песнь к Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов, от Саула там. И о чем идет речь? О том, что у него был какой-то опыт. Что-то уже происходило Божьим вмешательством в его жизни. И только после этого он начал говорить. Это уже из его уст выходят те слова познания того Бога, которого он уже познал благодаря вот этому опыту своему. И он так говорит дальше. Господь, твердыня моя, он познал его как свою твердыню, то есть как тот, кто верный. «Крепость моя и избавитель мой, Бог, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое, спаситель мой, от бед ты избавил меня». Когда это происходило? Когда он уже проходил какие-то вещи, и он уже познал Бога не просто в теории какой-то, а конкретно познал Бога на практике. Поэтому сегодня как важно нам оставаться верными на том пути, находясь в церкви, который мы выбрали. И на этом пути мы будем его познавать в молитве и также через те события, которые Бог будет допускать в твоей жизни. Ты будешь приобретать опытность, которая тебе будет уже говорить в будущее потом. И от этой опытности будет приходить надежда. Когда ты будешь понимать, так Бог тогда не оставил меня. Вот у меня была нужда, мне было сложно, но я доверился Богу, я взмолился Ему. И Бог пришел. Знаете, такие свидетельства есть, что Бог приходил, если в сфере финансов, Бог давал столько, сколько конкретно нужно было, гривну в гривну. это как пример. И у тебя уже есть этот опыт, и когда приходит следующая ситуация, то ты понимаешь, Господь, Ты мое упование, я знаю, что Ты верный, я знаю, что Ты меня никогда не оставил, я верю, что и в этот раз Ты останешься верным, Ты благословишь и так далее. И, конечно, иногда бывают разные ситуации. Мы об этом еще поговорим дальше. Поэтому первое это познание. То есть мы ищем познавать Бога как субъект, сегодня говорил брат Андрей, как личность, которую, когда мы знаем, знаем его качество характера, знаем реакцию его на наши вещи, ну, по крайней мере, стараемся понимать, как Бог отреагирует, если мы поступим так или так, как Бог может там себя проявить или там себя проявить. Мы узнаем его характер. Вы верите, что Бог личность? Когда мы познаем его как отца своего, отца, родного отца, который любит своих детей, нормальный отец, который не оставит, который будет заботиться, который всегда примет, если ты, может быть, где-то обгадился, извините. Ну, так бывает в нашей жизни. У меня так бывает. Но когда я знаю своего отца, и когда я где-то обгадился, извините, то когда я прихожу к нему с настоящим покаянием, я верю, что мой отец, он меня принял, и больше не осуждает. Это когда я знаю своего отца. Я не живу дальше в самоосуждении, что вот я поступил так, зачем это было, и это происходит долгое время, я не могу себя простить. И это значит, знаете, о чем говорит? Это значит, что ты не веришь, что Бог тебя простил, когда ты сам себя не можешь простить. Это говорит о том, что ты до конца не веришь, что Бог, он уже все стер это, он смыл это, он закинул за хребет, он сказал, я никогда больше не упомяну, только если ты по-настоящему в этом раскаялся. То есть принял решение, больше так не делать. И вот когда ты знаешь своего отца, ты знаешь, что он тебя принял, или ты знаешь, что он добр, или ты знаешь, что он верный, ты знаешь, что он постоянный, он не оставит, и так далее. Поэтому первое, что я хочу, чтобы мы для себя запомнили, может быть, записали, что помогает мне уповать, это познание моего Бога. К сожалению, многие люди сегодня они уповают на себя, уповают на свои силы, на какие-то другие вещи или других людей, лишь по одной причине, ну или одна из, так скажем, потому что они не знают своего Бога. Они знают какой-то свой опыт, какие-то свои способности и начинают обращаться к ним. Вот это вот эти идолы или те боги, о которых сегодня брат Андрей говорил, пусть они рухнут сегодня во имя Иисуса Христа. Вот пусть они рухнут сегодня во имя Иисуса Христа в твоей жизни, в моей жизни. Потому что признаю, что тоже какие-то есть. Господи, помоги. Господи, помоги. Господи, помоги. Второе. Моя праведность. Моя праведность. Я хочу, чтобы мы прочитали из Псалма 54, 23, 24. там написано. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Возложи на Господа заботы твои, Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. И мы все знаем, что праведность мы получаем от Бога. Мы не можем оправдаться перед Богом своими какими-то правильными поступками, какими-то правильными делами, какими-то добрыми делами, благотворительностью своей, хорошим поведением, культурностью своей или еще чем-то. Никогда, ничем. Не от вас написано. Не от вас. Но Божий дар по благодати. Божий дар. И знаете что? Когда приходит в нашу жизнь вот этот дар, когда мы поняли, что мы его получили от Бога, вот эту праведность, само собой разумеющееся начнется процесс проявления твоих хороших поступков, твоего выбора, твоих решений. или, другими словами, стремление к тому, чтобы быть в правильном положении перед Богом. Вот это дает такой толчок. Когда ты получил, то есть ты получил статус праведника, и это уже тебя наталкивает на то, чтобы дальше освящаться. Мы сегодня цитировали, уже читали, святой доосвящается еще. Заметьте, святой доосвящается. Тот, кто получил этот дар святости, дар праведности, то, что Богом было мы. Только тот начинает дальше стремиться к тому, чтобы быть в правильном, чистом положении перед Богом, быть верным Его слову. И когда у нас есть внутри нас, очень важно понимать, что внутри нас должно быть свидетельство того, что я правильно перед Богом, на основании Божьего Слова. Конечно же, Писание говорит, вникайте в себя параллельно в учение. Не просто в себя. Можно так вникнуть в себя. Сегодня есть разные учения, и психология есть, которая заставляет вникнуть в себя. Но если в этом нету Божьего здравого слова, то можно так запутаться, можно так вникнуть, что просто тебя потом уже не найдут. Сегодня хватает таких людей, к сожалению. Вы хорошо начали. Кто остановил вас, апостол Павел говорит. Они хорошо начали. Они пришли в церковь. Все вроде хорошо начиналось, жили по благодати. А потом начинают просто впадать в какие-то правила, ограничения, какие-то принципы, копаются что-то в себе, живут, мучаются с этим. Мучаются с этим, к сожалению. Так бывает. Как важно нам сегодня иметь на основании Божьего Слова свидетельство внутри себя. Знаете, что это дает? Лично мне. Мой опыт. С Богом моим. Это дает мне основание твердо стоять, когда я нахожусь в определенной нужде. Когда я нахожусь в определенной конфликте с кем-то. Может быть. Однажды Бог мне открыл такую вещь. У нас такое служение, что разные люди попадают к нам. Бог приводит особенных людей порой просто. И, к сожалению, даже в команде могут быть между нами какие-то разногласия, моменты, конфликты, которые могут влиять на тебя как-то нехорошо. Вот такую основную вещь для себя я получил. Самое главное – будь в правильном положении передо мной. И неважно, что и кто говорит против тебя. Неважно, кто и что делает против тебя. И когда у меня есть внутри себя понимание, что я нигде ничего не приукрасил в каком-то конфликте, нигде не слукавил, лишь бы себя оправдать. Знаете, мы бываем в конфликтах, допускаем какие-то вещи тонкие вроде бы, но они могут быть лукавством, они могут быть хитростью. Ради опять чего же? Чтобы в конфликте выйти победителем. Это только, знаете, своими силами хотим что-то сделать. Бог никогда не поощряет твое лукавство. И вот когда у меня есть внутри себя это свидетельство, что я максимально постарался быть в правильном положении перед Богом, а то есть осознанно не допустил никаких нехороших вещей, лукавство, хитрости, еще какие-то вещи, обман может быть. И это дает мне уверенность, что если Бог за нас, то кто может быть против нас? Это дает мне уверенность, что Бог справедливый судья, и Он расставит все по своим местам. А судить Он обязательно будет справедливый. Это не тот суд, который может быть в нашей стране или в других странах, где кого-то подкупили там, и ты вроде стараешься, ты прав в этой ситуации, а ты смотришь, ты проиграл суд. Так бывает в нашей стране, к сожалению. Так это не тот судья, который так судит. Опять же, если ты его знаешь, ты будешь это понимать. Что это справедливый, который рассудит, расставит все по своим местам. И придет время, когда... Мы сегодня читали 36-й псалом. Я прям хочу прочитать это место. О, прям получилось открыть. Представьте, вот так просто перелистнул сразу листов сто и попал на то место, попал на то место, куда надо. 36-й псалом. А, извините, надурил вас это Исаия. Ну ничего, сейчас найдем. Вот, 36-й псалом тоже быстро открылся. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Придай Господу путь твой, уповай на Него, и Он совершит и выведет как свет правду твою и справедливость твою, как полдень. Слышите? Там написано. Он выведет как свет правду твою и справедливость твою, как полдень. Понимаете, что такое полдень? Или свет? Это то, что видно. Полдень. Вот 12 часов. Солнце светит. Мы все видим. Свет пришел. И вот Писание, Давид нам говорит о том, что когда ты уповаешь на Него, и ты в правде живешь, Он выведет это в свое время. И когда в тебе есть вот это вот внутри, вот это свидетельство, что ты в правильном положении перед Богом, в любой ситуации своей жизни, ты понимаешь, что обязательно Бог, Он выведет как свет правду твою и справедливость, как полдень. И вот Писание также говорит, чтобы мы одели броню праведности. Вы понимаете, что такое броня? Это когда воин ее одевает, она давалась римскому воину, бесплатно, кстати, им выдавали, как и нам сегодня выдалось, Богом. Ну, праведность, дар праведности, вот это броня. И вот когда мы со своей стороны стремимся ходить в этой броне, то стрелы лукавого, они не поразят тебя, потому что ты в броне. Когда воин в броне, он смелее выходит на бой, потому что он знает, что он в экипировке. Ему уже не так страшно, он уже не так сомневается, он знает, что у него есть обмундирование, он знает, что у него есть броня. И поэтому Писание говорит, что праведник, он смел, как лев. А нечестивый, вы читали это место Писания? Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним. Он постоянно живет в каких-то переживаниях, в каком-то страхе, кто-то за ним гонится и так далее. Это нечестивый. У нас была такая ситуация одна, я ее запомнил, наверное, навсегда. Один брат, который там, ну, тоже был у нас в церкви, и он потом там отпал, и, к сожалению, это было не первый раз, и жил во грехе, употреблял опять наркотики, и жил там в определенном районе, он где, где и у нас там, центр реабилитации, там и церковь тоже рядом. И однажды ехали наши братья, и он там ехал тоже. Ну, вот, нечестивый, понимаете, вот, запомните, нечестивый. И он начал убегать, он увидел машину наших братьев, за ним никто не ехал, просто мы ехали туда же, куда он убегал, понимаете. Ну, вот так оно случилось. Надо было туда, нашим братьям, ну, вот, куда он убегал. И он повернул направо, и нам надо направо, и он налево, и нам налево. Представьте, за ним не гонится никто. Но он убегает. Понимаете, когда я в правильном положении, я смел, я встречусь, я пообщаюсь, я буду уверен, я буду убежден, я буду смелым, и так далее. Поэтому мы должны понимать, что когда я буду стремиться к правильному положению перед Богом, Бог всегда выведет правду мою. Это основание внутри меня, это мой фундамент, чтобы стоять в тех убеждениях, в которых я живу, оставаться верным, верным этому к чему я там призван, в чем я иду, в чем я получил откровение, в чем я движусь, оставаться верным. Потому что иногда приходят действительно какие-то вещи, ситуации, бури в нашу жизнь, в наше служение, в нашу финансовую сферу, в наше здоровье, и так далее, и так далее, и так далее. И вот когда ты в неправильном положении перед Богом, то пропадает всякая надежда. Пропадает всякая надежда вообще. Ты уже думаешь, зачем и в церковь идти, зачем ту десятину нести, зачем жить какими-то дальше принципами, если тут уже в принципе у меня не все нормально перед Богом. В принципе, вся общая надежда на спасение, она пропадает. Так вот, когда пропадает надежда на мое спасение, в принципе, пропадает надежда уже на все остальные какие-то сферы на земле здесь, в которых я живу. Практически в моей жизни, где я нахожусь. Все, я уже перестаю и там двигаться, я перестаю и то делать, и у меня просто уже дьявол мне говорит, так и смысл, что ты будешь это делать. Ты ослабеваешь, другими словами, грех поражает тебя. И ты перестаешь доверять, ты перестаешь уповать. И третье. Очень важный, на мой взгляд, момент, и вы все его знаете. Принадлежность к церкви. Принадлежность к церкви. Евреям 10, 23, 25. Третий принцип, который помогает мне уповать на Бога, это принадлежность к церкви. Принадлежность к телу. Быть частью. Слышите, не просто приходить там. Ну, есть такие люди, которые, к сожалению, приходят один раз в неделю, там может быть, и они просто пришли, посидели, ушли. И ты понимаешь, что человек не является органом, который функционировал бы полноценно в теле Иисуса Христа. Спасен он или нет, мы не можем судить. Я не знаю. Это Бог рассудит, это Бог знает. Но как важно нам быть принадлежным к церкви? 10, 23, 25. Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного. И вот Писание говорит, ну, как бы там, предположительно, да, что это апостол Павел написал послание к евреям, хотя, ну, 100%, к сожалению, на сегодняшний день никто не может сказать. Ну, в принципе, это, наверное, не особо и важно, да, но факт в том, что автор, он говорит, держаться исповедания, упования неуклонно, верен обещавший, будем внимательны друг к другу опять. Вот он говорит друг о друге. «Поощряя к любви и добрым делам, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга». Слышите? Увещевать друг друга. Знаете, где это происходит? Увещевание. Именно в теле Иисуса Христа. Увещевать — одно из толкований этого слова, да, одно из оттенков. Приносить надежду. Знаете, говорят, один в поле не воин. Иногда так сложно бывает одному. Но когда ты приходишь в свою церковь, когда ты знаешь, что ты принадлежишь телу, когда ты знаешь, что есть люди, через которых Бог позаботится о тебе, тебе становится проще. Тебе легче на него уповать. Ты знаешь, что ты придешь, тебя поддержат. Ты знаешь, что ты придешь, за тебя помолятся. Тебя примут. Тебе окажут также, может быть, материальную помощь. Об этом говорит Писание. Деяние 2, 44, 45. Там написано. Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имение и всякую собственность и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Где это происходило? Это происходит в церкви, друзья. И вот сегодня, к сожалению, есть те люди, которые говорят, ну я принадлежу к вселенской церкви. И классно. Мы все, по сути, принадлежим вселенской церкви, если мы по-настоящему в теле Христа. Да? Мы все принадлежим. Но вселенская церковь, она состоит из поместных церквей, где поставлены пастыри, диаконы, служители, руководители служений, пророки, евангелисты, учители. Вот сегодня явно проявлялся дар учительский у брата Андрея. Учители, наставники и так далее. Это Бог их ставит, слышите? Для того, чтобы служить тебе. Так вот, когда ты говоришь, я никому не подотчетен или я подотчетен Богу, я принадлежу к вселенской церкви, ты никому не подотчетен. Когда у тебя есть нужда, тебе не будет к кому прийти. Когда тебе нужно исповедаться, а ты до этого сказал, так а что, я не могу в интернете смотреть проповеди? Ну, как бы, это же нормально, в интернете проповеди есть Слово Божье, что у него не Слово Божье? Так вот, когда тебе нужно исповедаться, для того, чтобы получить от Бога это исцеление, ты кому исповедуешься? Проповеднику, который тебя не знает даже, никогда не видел, не знает даже о том, что ты существуешь? Сам себе исповедуешься? Так Писание призывает, чтобы мы друг перед другом признавались. Послушайте, в церкви, когда я принадлежу к церкви мое упование, оно более твердое, потому что, когда я просто хотя бы пишу в группу о том, чтобы молились, у меня есть такая-такая нужда, я вижу там плюсики, тук-тук-тук-тук-тук-тук, куча людей, там вот эти молитвенные смайлики, моя вера, она возрастает. Мне плакать хочется иногда, когда я вижу заботу друг от друга в церкви, слышите, в церкви. это когда я не просто пришел и там, ну, я просто побыл вот и ушел, и вот так уже 10 лет у меня я прихожу, а когда ты принадлежишь по-настоящему, то есть ты функционируешь в этом теле. Знаете, что любой орган в нашем теле, который живой и принадлежит нашему телу, он за что-то отвечает. Он за что-то отвечает. И для того, чтобы он был здоровый, работает мозг, голова, то есть работает кровообращение, которое дает жизнь каждому органу, чтобы он жил, слышите? Так вот, я буду здоровым по-настоящему, когда я буду только в теле. И каждый член, я хотел сказать, что выполняет свою функцию. И вот если я принадлежу сегодня телу, а какую функцию выполняю я? И для чего я ее делаю? Что мной движет? Потому что тут тоже бывают вопросы, что-то мы делаем, но на самом деле мы отпадшие или вообще не прилепившиеся и так далее. Ну, то есть это, наверное, отдельная тема, но о чем я хочу сказать? Когда я нахожусь в церкви, я принадлежу ей, я знаю, что врата ада не одолеют именно церковь. Слышите? Писание так говорит. Писание так говорит. Матфея 16-18. «А я говорю тебе, Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». То есть врата ада, все понимают, что это не просто какие-то ворота, это силы тьмы другими словами, простыми. Силы тьмы, которые хотят сегодня каждого из нас поглотить. Слышите? Враг, он не, когда ты покаялся, он не отвернул от тебя в свой взор. Он ходит, как рыкающий лев, и хочет тебя поглотить. Но Иисус сказал, церковь Божью, которой ты принадлежишь, не одолеют врата ада. Когда ты, вот как это поговорка в нашем народе, что один в поле не воин, а воин, когда мы в полке. Пол когда есть, рота есть, мы смелее становимся, мы увереннее становимся. Мы знаем, что есть люди рядом, которые позаботятся, подскажут, которые наставят, которые, ну, примут просто тебя, которые просто помолятся вместе с тобой и так далее. Утешат тебя тем утешением, которое получили от Бога утешающего. Так Писание говорит, апостол Павел говорит, Отец, милосердие, утешающий нас своим утешением, и мы вас утешаем, которые получили от него. Ну, я своими словами цитирую, но там вот такая суть, вот такой посыл к нам. Так вот, когда мы имеем определенную тревогу какую-то или нужду, мы куда бежим? Ну, правильно, прежде всего, к Богу. Но Бог заботится через церковь. и много раз в моей жизни было, что именно церковь помогала мне. Именно через церковь Бог обеспечивал всем, чем было необходимо. И вот вопрос, был бы я не в церкви, было бы все это в моей жизни? Вопрос. И когда я в церкви, я вижу эти вещи. Поэтому будь сегодня тем, кто принадлежит к телу Иисуса Христа. Не обольщайся вот этими учениями, которые льстят сегодня слуху, да, и будут искать те учения, которые будут льстить вашему слуху. К сожалению, так сегодня это происходит. И люди находят онлайн-церковь. Вот буквально разговаривал недавно с одним братом. Брат реально, который, вот я вчера с братьями делился, вот как сегодня брат сказал, Андрей, что уже вчера наша конференция началась, и у нас было хорошее общение, полезное, благословенное, и я делился. Вот этот карантин, который сейчас вот пришел в нашу жизнь, многие церкви, да, и ваши также, наверное, церкви переходили на такой онлайн-режим, онлайн-способ проведения служения, да, и слава Богу, да, что сохранились те, кто сегодня остался в церкви. Сегодня через этот способ проведения служения многие просто отпали, просто отпали от церкви, непонятно, где они сегодня. Кто-то привык к такому формату служения, находясь дома, готовит борщ, и типа смотрит проповедь, которую его пасторит. Слушай, ты никогда не переживешь того божьего присутствия, которое ты сегодня здесь переживал, в онлайн-служении. Ты не исполнишься этим вдохновением, этим огнем, этим Божьим Духом, как ты исполнился здесь сегодня, ты не исполнишься там, ты не исполнишься в этой трансляции. И вот люди сегодня попривыкали уже, и один епископ говорит, мы не знаем в нашей церкви, каких выкурить из этого онлайн-служения. Он говорит, мы, наверное, будем принимать решение, что не будет больше в нашей церкви онлайн-трансляции. Там запись может будет, которую потом и то как бы. Мы не знаем, как выкурить, люди привыкли, им удобно, комфортно. Но о чем я хочу сказать? Один брат делился со мной, вот буквально недавно, который также когда-то прошел реабилитацию, горел в Боге, который поднял центр реабилитации в церкви Победа, который там заканчивает сегодня духовную семинарию в Пущеводице. То есть брат, который реально служил и много плода принес к Богу. И вот в их церкви началось вот такое служение. И вот до недавнего времени они проводили вот такую онлайн-трансляцию. Пастырь в Америке где-то, там другие служители непонятно где. Служения поостанавливались к сожалению. И вот он делится. Говорит, слушай, пришло такое время в мою жизнь, я ничего не хочу. Просто апатия пришла ко всему. Я не служить не хочу. Я не читать Библию не хочу. Я не молиться не хочу. Я не читать книги не хочу. Я ничего не хочу делать. Почему? Почему апатия пришла? Ты обессилен стал врагу. Очень легко тебя победить, когда ты находишься в таком уязвимом состоянии для него. Поэтому как важно, чтобы мы были в живой церкви, в живом общении с людьми, которым мы сможем прийти и получить то, что Бог приготовил для каждого из нас. И я буду стараться заканчивать и некоторыми практическими рекомендациями поделиться хочу. Первое, конечно же, это молитва, но немножко я хочу посмотреть на молитву с другой стороны. И пример этому история, как царь Давид, он возвращался с народом своим в город Секилак, который был сожжен огнем, где их дети, жены, они были взяты в плен. И эта история написана в 1-е царств, 30-я глава, 6-й, 9-й стих, мы прочитаем. 1-я царств, 30-я глава, 6-й, 9-й прочитаем и 17-й, 20-й прочитаем. И вот когда были вот эти трудности, представьте, какие обстоятельства пришли в жизнь Давида, какой шторм, какая буря пришла, когда реально все, все было потеряно, и взяли жен и детей в плен, и его также, там написано двух жен, они были взяты в плен и так далее. И более всего, Давид был сильно смущен, так как народ хотел побить его камнями. Слышите, те люди, которые были рядом с ним, они также стали для него противниками. И вот тут написано, Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и о дочерях своих. Но что делает Давид? «Но Давид укрепился надеждой на Господа, Бога своего, и сказал Давид Авеафару, священнику, сыну Ахимелехову, принеси мне Эфот, и принес Авеафар Эфот к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это полчища, и догоню ли я их? И знаю, и сказано ему, последуй, догонишь и отнимешь. И пошел Давид сам, и 600 мужей, бывшие с ним, и пришли потоку в Ассор, и усталые остановились там. Ну и там так дальше, там еще часть пошла с ними, кто-то остановился, но не в этом суть. Суть в том, что первое, что сделал Давид в этой ситуации, трудное, которое было в его жизни, он сказал, принесите мне Эфот, кто не знает, это священническая одежда, в которой священник приходил, святая святых, Богу, для того, чтобы молиться. И вот тут написано, и вопросил к нему. Не просто, знаете, на что я хочу обратить внимание, не просто он говорил, что Боже, реши вместо меня то, что нужно решить мне. Вот то, что говорил сегодня брат Андрей Михеев. Он ему задал вопрос, догонять мне ли их и отниму ли я то, что мне нужно отнять. он не бездействовал, он не просто пришел, Боже, помоги, он начал плакаться, ему, реши вместо меня этот вопрос, мне так трудно, за что мне это все, даже те, кто были рядом со мной, они стали мне противниками. Он задал ему вопрос, а что мне делать в этой ситуации? И вот как важно, чтобы мы сегодня приходили к Богу, если у нас есть какие-то неотвеченные молитвы, какие-то трудности и нужды, и задавали Богу вопрос, а что мне делать в этой ситуации? У меня есть сегодня нужда в финансах, но почему-то Бог мне ее не ну не высвобождает и не покрывает эту нужду. А может он ее покрыть? Вообще, для него, мне кажется, вообще вот так вот. Одним щелчком для него сделать какое-то чудо в нашей жизни. Ведь всемогущий Бог может найти источник, через который высвободят финансы? может. Но вопрос, почему-то он этого не делает. А знаете почему? А для того, чтобы ты пришел и спросил его, а что мне делать в этой ситуации? Вот первая рекомендация, это молитва, практическая рекомендация, молитва о поиске его воли. О том, как мне поступать. Боже, открой мне, покажи, приведи людей, которые мне скажут. Говори через кого-то, через Писание говори, через ситуацию, обстоятельства, которые приходят в мою жизнь. В сердце мое проговори. Дух свидетельствует Духу нашему. Может говорить к тебе лично? Так вот, как важно, чтобы мы сегодня приходили к нему с вопросом, а мне как быть? Боже, что ты повелишь мне делать в этой ситуации для того, чтобы эта нужда разрешилась? И, наверное, многие из нас читали и поражал их Давид с 17 стиха по 20. И поражал их Давид от сумерок до вечера другого дня и никого из них, никто из них не спасся, кроме 400 юношей, которые сели на верблюдов и убежали. И отнял Давид все, что взяли Амеликитяне, и обеих жен своих отнял Давид, и не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что Амеликитяне взяли у них. Все возвратил Давид. Слышите? Когда Давид начал двигаться по откровению Божьему, Бог все возместил, Бог помог разрешить этот вопрос. Второе. Это хвала и прославление моего Бога. Это хвала и прославление моего Бога. Псалом 70, 14-15. А я всегда буду уповать на тебя и умножать всякую хвалу тебе. Вот, ну, знаете, вот вопреки всему, вот приходят обстоятельства в нашу жизнь, те, которые нам по силам человеческим невозможно изменить, невозможно повлиять, невозможно. И мы, вопреки всему, начинаем, ну, или продолжаем просто славить нашего Бога, просто хвалить Его, просто благословлять, возвеличивать Его, для того, чтобы тот, кто выше всякой проблемы, которая тебе не поселит, вмешался в нее и мог разрешить. И этому очень классная история, когда Павел и Сила, они были заключены в темницу, и там написано, я уже не буду читать, чтобы сократить время, и там написано о том, что их побили, слышите, первое, что их побили, приказали стражу вернуть их во внутреннюю темницу, это важно, это важно отметить, во внутреннюю темницу, и забили их ноги в колоды, сегодня это кандалы называются, да, кто не понимает, что такое колоды, это такие две деревьяхи, в которых для ног вырезали и забили их, закрыли, все, то есть, говорит о чем? О том, что по-человечески они уже не в силах были справиться, они им не могли повлиять на ту ситуацию, знаете, что они делали? Они, молясь, воспевали Бога в полуночи, и поколебалось то место, там написано, и открылись все узы, слышите? Открылись, и не только их, кстати, узы, там написано, открылись все узы, и они так пели, что все там слышали их, все в тюрьме слышали, они молились и пели, знаете что, когда мы видим, что обстоятельства выше нас, когда мы не в силах повлиять, то остается последняя надежда, это Иисус, который выше всяких обстоятельств, и что делал Павел Иисус, они молясь, воспевали Бога, в другом переводе написано, пели хвалебную песнь, и так пели, друзья, еще раз повторю, все слышали там написанное, все слышали. Третий момент, доверие людям, слышите, мы не можем доверять Богу, не доверяя людям в церкви, сегодня, к сожалению, есть люди, которые говорят, я не доверяю им, они там то, второе, третье, десятое, послушайте, это так важно, доверять, учиться доверять людям, иногда будут промахи, и пусть это не поколеблет вас, потому что доверие людям, часто это доверие Богу. Вот сегодня, например, мы проводим конференцию «Господь, упование мое». Это было откровение Андрея, брата Андрея Мехеда. И он мне позвонил, говорит, Бог на сердце ложит, чтобы была именно такая тема. Я говорю, окей. И знаете, как я молился, вот когда готовился в этих процессах, я говорю, Господи, я не знаю пока, о чем говорить, я не знаю, о чем проповедовать, но если это твоя воля, если это ты положил в сердце моему брату, то значит, ты что-то приготовил для того народа, который будет находиться на конференции. У тебя что-то есть для каждого, чтобы сказать, поэтому я молюсь о том, чтобы ты говорил в мое сердце и показывал, что ты хочешь говорить к этому народу. Но первое, что я сделал, я поверил Андрею, что Бог положил на сердце ему эту тему. Я ему доверился. Знаете, о чем это говорит? О том, что я поверил Богу. Потому что я к нему обращался потом, чтобы он говорил слово ко мне, которое можно передать вам потом. И вот так часто бывает, когда мы приходим, особенно служители, которые сегодня нам служат, как важно, чтобы видеть в них Божье слово в нашу жизнь. Не просто это какой-то там Вася, знаете, вот у нас такое фамильярничество бывает в церквях, какое-то там умоление служителя, дара, которое у него есть, как человека, как брата. И мы из-за этого перестаем Бога слышать и не доверять не можем ничего. А верить в то, что Бог поставил его на это место, и тогда Он говорит, слышите, поставил одних пророками, евангелистами, пастырями, апостолами и учителями. И когда мы верим, что Бог поставил, то значит, мы должны верить, что Бог через них и говорит, и доверять им. И такие вещи бывают, которые, ну, как бы нам тяжело понять. Сейчас Он говорит мне это на основании Писания или не совсем. И мы пытаемся найти этот ответ, и вроде то, что Он нам порекомендовал, в Писании этого нельзя найти. И как можно подтвердить это, что это Бог через него сказал. И вот иногда просто нам стоит довериться. Богу через этого человека. Вот когда Он говорит, не делай так. Вот у нас ситуация, одну из живых ситуаций я расскажу. Один брат пришел к нашему пастыру. И он не только был там пастырь, еще один брат был, диакон церкви. И он говорит, вот такой вариант, говорит, хочу снять вот эту, он там квартиру искал, хотел снять квартиру. Вот. И говорит, вот этот вариант хочу там сейчас, вот надо перевести деньги, и я буду снимать эту квартиру. Пастырь ему говорит, ну не делай этого, брат. Вот просто, вот в простоте, вот просто не делай этого. Потому что, ну что-то как бы, ну, неспокойно в сердце, там может быть обман. Не делай этого. Он, да, пастырь, я понял. И пошел деньги и переводить. А пришел деньги и переводить. А потом и вышел и говорит, ну вот, извините, я не послушал. Прям перед церковью он там сидит, что я так смело об этом рассказывал. Он сам вышел перед церковью, говорит, вот не послушал пастыря. Ну и обманули его на хорошую сумму денег. Вот элементарно простые вещи. Как важно бывает нам просто довериться людям, которые сегодня вызваны служить тебе. Потому что Бог их поставил. Бог через них говорит. Бог через них влияет. Бог проявляет себя через них. Свою силу, свою любовь, свою заботу и так далее. Бог, Бог и Бог. Поэтому как важно нам учиться сегодня доверять людям. И поэтому мы будем заканчивать. Мы будем заканчивать. Я просто подытожу. Три основополагающих фактора или принципа, которые помогают уповать на Бога. Первое, кто помнит? Познание Бога. Мы не можем доверять тому, кого мы не знаем. Второе. Моя праведность это броня. Это дает мне смелость. Это основание, на котором я стою и верю, что Бог, как верный судья, справедливый судья, расставит все по своим местам и выведет, как свет, правду мою. Так говорит Писание. Это то свидетельство внутри меня, которое помогает мне оставаться верным Богу. И третье. Принадлежность к телу. Как важно, чтобы каждый из нас мы принадлежали к телу. Давайте поднимемся на наши ноги. И помолимся. И вот сейчас, мне кажется, очень не хватало бы, чтобы кто-то из музыкантов сделал фон, там может быть. Это было бы, мне кажется, очень хорошо. Я знаю, что Давид, когда начинал играть на гуслях, приходил Господь. Приходило Божье присутствие. Это не просто где-то что-то там, подыграли что-то, лишь бы подыграть. Слышите? Бог через это производит свою работу. Отец, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за это хорошее время. Мы благословляем Твое Святое Ино, Божие. Мы веруем, что мы веруем, Господь, что то Слово, которое сегодня Ты говорил к нам, оно не останется тщетным, Господь. Оно не останется тщетным, Божие. Мы молимся и просим Тебя, Дух Святой, чтобы Ты напоминал нам все, чему Ты учишь и учил нас. Господь Иисус, ты так сказал, что ты пошлешь утешителя, который научит нас всему и напомнит все то, чему Ты учил нас. Боже, мы просим Тебя о том, чтобы когда придут ситуации в нашу жизнь сложные, когда мы будем в нужде, когда мы будем взывать к Тебе, мы просим Тебя о том, чтобы Ты напоминал нам Слово Твое, на которое мы можем опираться, которое является для нас фундаментом, которое является для нас абсолютной истиной, и Ты остаешься верен всегда этому Слову, и Слово Твое и сущность всего, Господь. Поэтому мы молимся, Боже, помоги нам, помоги, Боже, мы нуждаемся в Тебе, помоги нам уповать, помоги надеяться, доверять, помоги, Боже, чтобы наши сердца, они трепетали перед Тобой, Господь, и чтобы мы никогда не были самоуверенными, Боже, чтобы мы не надеялись на какие-то другие вещи и приоритеты, чтобы они у нас не были, Боже, но Ты всегда, Боже, как наша надежда, был у нас в приоритете. Боже, помоги нам, Боже, помоги, Господь, помоги нам до конца следовать за Тобой, помоги всегда помнить, Боже, что мы идем в небеса, и пусть для каждого здесь будет эта основная цель, как сказал апостол Павел, я стремлюсь к Вышнему званию во Христе Иисусе, Боже, чтобы это для каждого из нас стала цель, пусть наша надежда, она будет на вечную жизнь, ради чего, Иисус, в принципе, Ты умер и воскрес, чтобы оправдать, чтобы мы смогли войти в небеса, и Ты скажешь нам, верный и добрый раб, входи в радость Господина своего. Мы уповаем, Господь, на эти слова, мы уповаем на это принятие от Тебя, мы уповаем и верим, что будем вечно, вечно, вечно славить Тебя, вечно славить Тебя, вечно славить Тебя, хвала Тебе и поклонение. Просим, Боже, прости нас, Господь, прости нас, Боже, прости, где мы уповали на свои силы, где мы были самоуверенными, самонадеянными, Господь, где мы надменными были, где мы тщеславились, Господь. Ты сказал, что это тщеславие, это есть зло. Боже, прости нас за это, Господь. Прости. И мы молимся еще раз и еще раз о том, о чем говорил сегодня Андрей, чтобы, Боже, всякие вот эти идолы, они просто пали сегодня. Они пали в нашей жизни, Господь. И чтобы Ты стал упованием всей нашей жизни. Не просто на словах. Не просто, что мы говорим об этом, но когда мы будем встречаться в своей жизни, с определенными обстоятельствами, чтобы Ты мудрости нам давал, как правильно поступать, чтобы по-настоящему уповать на Тебя, на своих поступках, на своих решениях, на своих делах. Во имя Иисуса Христа, Боже, помоги. Помоги, благословляем Твое Святое Имя, Великий наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 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 Аминь.